Какое событие за последнее время потрясло больше всего? Знаете, живя в нашей стране, мы всё время в любом случае находимся как на бочке с динамитом, это примерно так выглядит, но я думаю, что наиболее мощное событие, которое потрясло действительно всех нас, это, конечно, трагедия в Беслане, то, что было, то, что произошло. И мы участвовали в концерте, который, наверное, увидели по НТВ, который показывали, собственно, как музыканты, мы редко участвуем в каких-то таких мероприятиях такого рода, но вот этот концерт не оставил нас равнодушными, мы играли в этом концерте, участвовали, спели несколько песен. И, насколько я знаю, они собрали достаточно много денег, я не знаю, попали ли они по назначению, эти деньги, но этот марафон собрал большие суммы очень. Попало ли это всё в Беслан, я не знаю, но всё, что могли, мы сделали. Вот это лучший вопрос, кстати, сейчас я в руках держу бумажку, это лучший вопрос, Женя, вы еврей? Вы знаете, я буду откладывать эти бумажки в сторону, потому что за такие лучшие вопросы мы оставим просто по компакт-диску, потому что грех за такой, это действительно прикольно очень. Давайте я в профиль повернусь. Скажите, пожалуйста, какое у вас образование и занимаетесь ли вы чем-то помимо музыкального творчества? У меня высшее образование, я закончил МИИД. Занимаетесь ли вы чем-то помимо музыкального творчества? Кроме Браво, я, пожалуй, какого-то большого увлечения в моей жизни больше нет. У меня есть какое-то коллекционирование, я собираю старые гитары. Про музыкантов я расскажу поподробнее, потому что, собственно говоря, Браво – это группа, в которой мы все являемся музыкантами, это для нас дом. Но у каждого есть какие-то вещи, которыми ему нравится заниматься, и каждый в группе у нас волен заниматься, чем он хочет, помимо группы Браво. У Саши существует замечательный, на мой взгляд, проект. У него вышло, по-моему, уже сколько, 4 или 5 альбомов. Этот проект называется «Море». Это инструментальная музыка, отличная. Последний альбом после рождения ребенка. Он записал пластинку, какую-то музыку для детей, чтобы их успокаивать, чтобы они не кричали и спали. Очень такая амбиентная музыка. Так что Саша записывает пластинки, у него есть проект. Как называется «Колыбельная природа» можно купить в магазинах города. Саша, вы ее видите? Смотрите на мой трофе. Очень красивый гитарист. Знаете, если вы будете ехать по Москве на машине, вы наверняка заметите такие большие плакаты, и там написано «Цепелин представляет». Наверное, вы видели, молодежь, особенно, наверное, которая ходит на различные мероприятия, танцевальные музыки, диджеи и все, что связано с электронной музыкой. Дима является промотором и продюсером этих мероприятий. Вот привоз всех электронных музыкантов, таких интересных, наиболее, и диджеев, осуществляет Дима Ашман. Павел Кузин, продюсер, очень любит тяжелую экстремальную музыку, в которую мы не играем в группе «Браво». Он пишет последний из того, что он записал. Это группа IFK. Нет, Fagga. Извините, она называется… Это группа… FIQ. Это группа Паштета, а чтобы все поняли, Паштет – это сын Филипенко, артиста такого. У Филипенко есть сын, которого зовут Паштет. Который играет экстремальную музыку, а группа называется «Фак», у него называется, вот так. Вот Паша записал, это экстремальная музыка, такая тяжелая. А еще в данный момент готовится пластинка к записи. Это группа «Иллюзия», очень интересная и хорошая московская добрая группа, которую он записывает. Играть будем еще? Играем. Вы знаете, мы сейчас сыграем песню, собственно говоря, это будет премьера, потому что обычно, когда артисты говорят, эту песню никто не слышал никогда, это, как правило, вранье. Потому что они всегда хотят сорвать больше аплодисментов, они всегда говорят, это премьера, эта песня никогда не игралась. Вот эта песня действительно никогда не игралась с нами. За исключением репетиции. Мы ее репетировали, и это действительно будет необычное исполнение этой песни. А песня называется «Города». И мы ее сейчас вам сыграем. Играет музыка. Жизнь городов, как двоичный код, Но леденицы за годом год. В пыльных журналах, двухмерном кино, Хотим оспариться, залегаем на дно. Но каждый день и час нас видят сотни глаз. Города, в глаза загляни, Там зима клонирует дни. Правда плетут свою сеть, И схема проста, нужно только успеть. Если хочешь жить здесь. Городу снится, Единственное сон, Нету людей, Свободен он. Город мечтает упасть в тишину, И он упевает нас по одному. Но каждый день и час нас видят сотни глаз. Города, в глаза загляни, Там зима клонирует дни. Правда плетут свою сеть, И схема проста, Нужно только успеть. Если хочешь жить здесь. Города, в глаза загляни, Там зима клонирует дни. Города, в глаза загляни, Правда плетут свою сеть, И схема проста, Города войн. Провода плетут свою сеть И схема проста, нужно только успеть Если...